Господа, добрый вечер. В эфире программа «Будущее где-то рядом», у микрофона ее ведущий Александр Никлеса, а гости-собеседник сегодня в студии, директор по международным проектам «Стратегии-2020» и соредактор сайта «Терра Америка» Никита Александрович Куркин. Добрый вечер, Никита. Тема нашей беседы «Великая рецессия» или «Прогресс после прогресса». Ну, в ходе беседы выяснится, что это такое. Приглашаю вступить в эту беседу вас, господа радиослушатели. Вы можете это сделать, позвонив по телефону 65 10 99 6, код города 495, код страны плюс 7, либо воспользоваться услугами сайта радиостанции финам.фм. Финам.фм.ру не надо набирать. И в правом верхнем окошечке главной страницы сайта вы нас можете и увидеть, и услышать, и вступить тоже в беседу, тоже задать вопрос, суждение, реплик. В общем, все приветствуется. Ну, Никита, а мы начнем нашу беседу на эту так звучащую, достаточно масштабную тему «Великая рецессия» или «Прогресс после прогресса». Сегодня день ретроспективы. Вспоминается 19 августа. Но вот 19 августа — это день, который... Такие дни есть в истории, когда что-то ломается, что-то выходит на поверхность. Не то чтобы возникает, а выходит на поверхность. Происходит движение каких-то социальных тектонических плит, и формируется новое, 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 новое нечто. А потом уже осознается, что сформировалось, тем более, что оно продолжает формироваться. Кажется, сейчас не только Россия, но и весь мир пребывает в таком состоянии. Причем диапазон оценок, он чрезвычайно широк. От разговоров о глобальной катастрофе, вот «Великая рецессия», да, и не только «Великая рецессия», более жесткие формулировки. Ну, а есть и достаточно оптимистические оценки. Правда, их меньше, и гораздо меньше. Мне вспоминается в этой связи высказывание Фрэнсиса Фукуяма уже в 21 веке, но после 11 сентября, в котором он сказал, что все дело в том, что локомотив Матернити несется столь стремительно, и он ломает так много в своем движении, что просто мы видим эти обломки. Это летящие во все стороны части, отламывающиеся, разламывающиеся части старого мира, а вот этот вот локомотив Матернити продолжает свое могучее движение. Ну и вот у меня, собственно, и сформировался мой генеральный вопрос. Так все-таки чего нам ожидать? Великой рецессии, новой формулы прогресса, ну действительно, в изменившемся в мире, в изменившемся облике, может быть, и прогрессу стояло слово. Вот, пожалуйста. Хорошо, ну, начну с самого незначительного, именно со слова прогресса. Слово прогресс действительно устарело, вот, потому что при, вот у меня есть сайт, в котором вы упомянули, Тара Америка, есть еще несколько проектов, в которых я принимал участие, и интеллектуальные беседы с ведущими западными мыслителями на протяжении последних лет дает мне все основания утверждать, что наполнение этого слова, скажем так, философское, с точки зрения политической философии никому не ясно. Оно привязано к текущей политической ситуации, прогрессистский это означает либеральный, слово либеральный просто не столь уже, оно уже выглядит довольно заплеванным. Да, оно несколько раз переменило свой смысл. Да, оно переменило смысл, оно и в Россию. Тем более, что возникло понятие неолиберализма, и оно достаточно отличное от слова либерализм, но эти два слова воспринимаются как синонимы. Да, оно воспринимается как синонимы, это слово прогрессизм использовал Обама в своей избирательной кампании 2008 года, чтобы показать свою преемственность курсу Кеннеди, когда тогда это слово было в общем в ходу и было бы гораздо более наполненным. Но в принципе, единственное, о чем все сходились сразу, когда говорили прогресс, прогресс это медицина, прогресс это биотехнологии, техника. Техника, да-да-да, да-да-да, космические путешествия, и на Марсе будут яблоки цвести. Вот насчет Марса и яблок все пребывают тоже в большом скепсисе. Марс и яблоки — это романы Холлоколемента, это 50-е годы прошлого века. Да, в какой-то момент раздалась просто трезвая фраза «ножны марсианские яблокки». А собственно, в социальном измерении прогресса его не существует, на самом деле. Вообще не существует. Как сказать, как инноваций? Какая тема реализовывалась, но где-то после Второй мировой войны, может быть в результате Второй мировой войны, смены офицерского корпуса в том числе, но все-таки вот этот сословный мир, он ушел в прошлое. Возникла какая-то новая социальная структурность, то есть произошла социальная перемена, как ни крути. Самая серьезная послевоенная социальная перемена это 1968 год, когда произошла тотальная демократизация культуры. И когда все, то что мы будем называть элитные гаечки от этого механизма открутились потихонечку. Это была самая серьезная перемена, но она фактически тоже подходит к своему концу, она тоже себя исчерпала. А вы знаете, Никит, а здесь я с вами как бы соглашусь с вашим предыдущим тезисом, но не соглашусь с только что произнесенным. Мне кажется, что здесь именно что элитные-то гаечки стали накручиваться, а то, что сошло на нет, это сословные гаечки. Вроде бы понятия близкие, а на самом деле разные. То есть сословный мир сломался, возник мир, который какое-то время, такой позолоченный век, действительно, вы упомянули 60-е годы, 50-е, 70-е, плюс-минус. Вот этот мир, когда действительно возник образ нового мира, где демократическое общество распространяется по всей планете, социальные модели поведения. Помните, революция в Париже студенческая, движение студенческое в той же самой Америке, пражская весна в социалистическом лагере. То есть была некоторая глобальная иллюзия, а потом, а потом революция элит. И мы увидели, как элитный мир стал набирать мускулатуру. И мы живем сейчас, вот часто говорится, у нас возрождается сословное общество. Да, действительно, в России я соглашусь, действительно, сословное общество. Но вот если говорить о мировом контексте, то я все-таки бы сказал, элитаризм растет. Элитаризм, он выражается в какой-то степени в прежних категориях, но не только в них. Потому что здесь нет сословных перегородок. Люди становятся элитариями, если позволить так выразиться. Они становятся элитариями за счет каких-то внутренних активов, нематериальных активов, достаточно сложные и быстрые траектории продвижения. И тем не менее, общая парадигма элитаризма, элитарности, она начинает утверждаться в мире. Я позволю тоже согласиться частично с вашим утверждением, а частично не согласиться. Значит, сословные перегородки действительно упали. Рэндалл Коллинз как-то мне написал, что вот сейчас невозможно по внешнему виду определить, сказать, что господин Джобс, например, мультимиллиардер, который может себе позволить, там, не знаю, есть икру белых осетров. Мне понравилось, знаете, какое выражение, что наклониться и поднять 100-долларовую бумажку ему, это немножечко проиграть в деньгах. Да, пожалуй. Его минута стоит дороже рабочим. Да, пожалуй, так оно и есть, но при этом, понимаете, да, исчезла культурная элитарность, исчезла культурная элитарность, и это одно из внутренних основ элитаризма. Понимаете, они могут накручивать, проявлять свою внешнюю мускулатуру, действительно элитаризм растущий феномен. Но дело в том, что в том же самом момент происходит и оппозиция элиты. И вот одна из самых популярных книг, например, в 2009 года в Штатах и по Амазону, и по рейтингу New York Times была книжка Ли Харриса «Новая американская революция», в которой этот вполне официозный человек, он сотрудник института Гувера, написал. Ну, раньше мы имели дело с аристократией, которая мы проиграла, сейчас мы имеем дело с технократической элитой, которая тоже проигрывает. Она укрепляет свои возможности внешне, но при этом у нее очень мало пока, во всяком случае, или я их не вижу, инструментов для внутреннего укрепления. Я бы сказал, что здесь вырастает новая деятельная интеллектуальная элита. Это не технократическая, а, знаете, не в области хай-тека, а в области хай-хьюма. Потому что коды поведения, управленческое искусство, искусство мышления, действия, следение определенности становятся одним из наиболее ведущих, наиболее ценимых в этом сложном мире, в который мы вступаем, или уже вступили, быть может, активов. Вот, смотрите, нематериальные виды капитализации, символическая, интеллектуальная, кадровая, социальная, культурная капитализация, они начинают учитываться в балансе предприятий. Ну, так, постепенно, кусочками, начиная с патентного права и так далее, но растет эта шкала, движется. А когда смотришь в общую стоимость предприятия, совсем не редкость, когда вот эти нематериальные активы составляют не просто большую часть, а подавляющую часть у некоторых предприятий. Ну, это экономический язык, но мы видим, как и в социальной сфере происходит то же самое. Как обладание культурным, интеллектуальным капиталом, социальным капиталом, не сводимым только к социальным связям, а сразу как трамплин выбрасывает, и не просто выбрасывает отдельных людей, это происходит, но выбрасывает определенные страты, определенные группы. Не те слои, которые существовали в феодальном мире, а просто отдельные такие человеческие корпорации, цеха, скажем проще, может быть. Смотрите, что я хотел сказать, а может я не очень четко это проговорил. Действительно, с формальной точки зрения, ну это видно по той же самой моей любимой Америке, происходит довольно сильная поляризация в отделении элитных групп. Элитные группы уже и сами себя определяют, как некоторые определяют, как глобалистские, некоторые называем эти националистические. Да, глобалы, локалы. Да, 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 глобалы, локалы, хотя все мои последние собеседники, последний период говорят, что это, в общем, уже устаревшее. Да, по-моему, это политкорректная формулировка отношений той элитной реальности, которая вырисовывается в мире. Вот, но дело в том, что, понимаете, у этих, благодаря тому же, тем же самым 60-м годам, мы имеем дело, в общем, с элитой, у которой нет внутренних культурных кодов. И в этом ее слабость. Да, соглашусь. Они, как бы, они мотивированы той же самой поп-культурой, они ничем не выделяются из общей массы, кроме, ну, подавляющее большинство, чем капиталы. Некоторые выделяются, ну, как бы, с помощью, они капитализируются с помощью университетов. Вот есть, например, в Штатах довольно закрытые университеты, которые капитализируют сами по себе, создают элитные группы. Вот есть такой университет Фурмана, например, у которого просто, как специализация, готовить богатых элитариев юго-соединенных штатов, южных штатов. То есть, там нет сверхзадач по управлению миром, но есть вполне четкие, как бы, вполне четкие критерии, что они делают, чем занимается университет Фурмана. Но при этом ничего такого пока, во всяком случае, что вырисовывает их отдельной особой корпорацией, нет. Вот есть, действительно, некоторые индивидуумы, которые сохраняют этот культурный код. Есть, ну, пардон, старые роды, ну, которые действительно старые, ну, вот... По-американски старые, если вы об Америке говорите, потому что есть старая европейская элита, особая песня, но и новые элиты, новые элиты, которые идут из, знаете, из третьего мира идут, новые элиты. А почему я так произнес особо? Третий мир, потому что вот возрождается в какой-то степени то содержание, которое Альфред Сави в него вкладывал, не третий мир, в смысле, мир третьего сорта, а третий мир, как Тьёмон, то есть третье сословие, которое вошло в этот мир. Но все-таки я хочу вас попытать по поводу Великой Рецессии и перспектив развития мира. После очень короткой паузы, господа радиослушатели, оставайтесь с нами, а потом вступайте в наш диалог. В эфире программа «Будущее где-то рядом», у микрофона Александр Никлеса и гость-собеседник напротив меня Никита Александрович Куркин, директор по международным проектам фонда «Стратегия-2020». Обеседуем мы на тему «Великой Рецессии» или «Прогресс после прогресса». Телефон радиостудии 6510996, код города 495, и сайт радиостанции, тоже средство коммуникации, с нами финам.фм. А в первой части, перед перерывом, мы говорили, ну, по сути дела, мы еще саму-то тему, обозначенную, Никита, с вами не затронули. Мы говорили о новой структурности, которая возникает в мире. Вот был мир сословный когда-то, возник мир условно-демократический, а сейчас формируется новое мироустройство, которое пока не имеет такого социального детерминанта, но которым мы с вами, по-моему, сошлись на том, что здесь элемент элитаризма возникает. Мир такой элитарный, революция элит, как в своем романе Лайш провозгласил. Ну вот все-таки, может быть, мы вернемся к этой теме, тем более, что остановились на чрезвычайно, по-моему, чрезвычайно интересной теме. Роста значения культурного капитала, вот долгое время интеллектуальный капитал, потом кадровый капитал на первое место. Стался культурный капитал, что-то такое, знаете, литература, искусство там под культурой обычно понималось. И вдруг пришло осознание, что культурный капитал, это, быть может, ну, равновеликая, как минимум, ценность по отношению к человеческому капиталу. Но все-таки, вот мир находится в турбулентности. В новостях мы слушали по поводу этих скачков на фондовых рынках, по поводу движения валют. И все-таки вот эти голоса, которые говорят о перспективе какой-то большой экономической турбулентности. Но мы понимаем, что в нынешнем мире экономическая турбулентность не может быть оторвана от социальной, от политической турбулентности. Так вот, что-то ли, грядет ли великая рецессия, грядет ли какая-то социальная последующая турбулентность? А если они придут, то что последует? Как сказать, в некоторых аспектах она просто неминуема. Это самая турбулентность. Ну, во-первых, да, экономический кризис, современный экономический кризис имеет четко выраженные политические причины, которые мы постоянно видим и натыкаемся, как это было в случае с на неопределенный срок отложенным дефолтом Соединенных Штатах Америки, но на отложенным на неопределенный срок. Вот как раз к вопросу о поведении в ситуации неопределенности. Да, дело в том, что я, честно говоря, вот если, как сказать, сейчас продолжится нынешняя парадигма развития, которая не будет прервана каким-нибудь сверхконфликтом типа большой войны всех против всех, например, в следующем году или через год, то этот вопрос дефолта Америки будет подниматься, будет всплывать как политический вопрос время от времени. А в предвыборной ситуации он всплывет, ну, наверняка. Как вы видели, по прошедшему, не состоявшемуся дефолту, его выражение заключалось в том, что республиканцы, которые топили предложение Обамы в Конгрессе, я напомню, у них большинство в Нижней Палате Конгресса, они, в общем, совершенно не задумывались о каких-то глобальных последствиях происходящего. Это их вообще не интересовало. Поэтому все вопли, например, Китайской Народной Республики, которая в результате просто уже потребовала введения международного контроля за долларом, потому что она слабо себя понимает, как мировой лидер может вести себя подобным образом, она вызвана именно этим. Это политический кризис, причем политический кризис, который имеет признаки внутриполитического американского кризиса. То, как глобальная держава, я вспоминаю знаменитое определение Колина Пауэлла Соединенных Штатов, еще даже занимая государственный пост, будучи госсекретарем, он произнес эту сентенцию, Соединенные Штаты, глобальная держава. Так вот, будучи глобальной державой, это уже как-то по определению не может быть внутренним делом только Соединенных Штатов. Вот только что Китай был назван, который напрямую зависит, и не случайно. Он, естественно, более зависит, потому что он является держателем большинства облигаций государственного долга Соединенных Штатов Америки. И не он один. И не он один, совершенно верно. И да, еще последствиями этого несоставившегося дефолта являются несколько важных последствий. Значит, последствия первое. Государств, которые будут покупать государственные облигации долга США, нет, больше нет. Если они будут покупать эти бумаги, это будет, ну, несопоставимо по цифрам с прошлыми закупками. И единственная группа, которая заинтересована сейчас будет в покупке этих документов, назовем его, с несколько таким, я позволю себе назвать несколько с марксистским определением, международный спекулятивный капитал. Вот. Это автоматически углубляет эту самую турбулентность и автоматически углубляет неопределенность царяющегося в современном мире. Ну, а разве дефицит платежного баланса, дефицит бюджета Соединенных Штатов, это некоторым образом не новая формула экономической деятельности? Ведь если доллар стал фактической, естественно, юридической нет мировой резервной валюты, но став фактической мировой резервной валютой, он должен жить все время в дефиците, потому что он выбрасывает эти доллары во внешний мир. Весь внешний мир торгует не с Соединенными Штатами при помощи долларов, а между собой. И вы посмотрите, как только начинается кризис, да, фондовые рынки трещат, акции падают, но уже все знают, если падают акции, то доллар не падает, он наоборот растет. Доллар после Никсоновской реформы, после того, как была отменена привязка доллара к золотому стандарту, является валютой доверия. Да, это совершенно верно. А доверие это же не материальная субстанция, которая не зависит от... Совершенно верно. Здесь можно сослаться на цену золота, 1850, по-моему, долларов на сегодняшний момент, а вот год, который вы упомянули, 71-й, 35 долларов. Вот оцените степень инфляции доллара по золотому параметру. Но, но, здесь ведь можно сказать и, знаете, девочка играла игрушками на крыше очень высокого здания. Играла шариком, играла мишкой, играла куколкой, уронила все это. И вот мишка, куколка, шарик, они летят в воздушных потоках, то один шарик выше, то мишка выше, то куколка ниже или выше, оказывается. Ну, скажем так, условно говоря, доллар, евро, юань, там, или еще какая-то валюта. Все валюты гниют, все падают в виде какого-то объективного выражения. Но в то же время, какая иная может быть формула финансового обращения? Ну, попробовали, вот сейчас вот действительно накачивается цена золота. Но золотом-то рассчитываться, особенно, знаете, как грузовые самолеты посылать, учитывая современные цены, современные объемы движущихся финансовых средств, невозможно. Нефть стала валютой за последние годы, может быть, даже десятилетия. Постепенно так, а вот когда покупают нефтяные фьючерсы, вовсе не имеют в виду воспользоваться этим танкером где-нибудь в Роттердаме. Нет, он перепродается как финансовый инструмент, финансовые инструменты, вторичные финансовые инструменты, токсичные бумаги и так далее, и так далее. Просто новая реальность. Ну, смотрите, в этой новой реальности доллар выступает в качестве действительно оружия, платежного средства международного спекулятивного капитала, но при этом он не является валютой-убежищем. Это не те деньги, в которых швейцарский франк. Да, швейцарский франк, он маленький. За последний год, который вырос в цене. И знаете, как в свое время Швейцария сознательно, четко, она маленькая страна, она может тебе позволить резкие действия, она взяла его и сознательно очень сильно опустила. И, по-моему, сделает это сейчас второй раз. Да, может, она и сделает это второй раз. Ей это легко, искусственным образом сделать. А вот что касается Соединенных Штатов, то, да, инфляция, да, и тем не менее, когда речь доходит до... У нас деньги-то стали разными. Вы знаете, когда говорят, во что нужно вложить деньги, ну, можно назвать, куда их можно вложить. Вот на протяжении долгого периода говорили в золото, в золото, в золото вкладываете. Но на самом-то деле золотом рассчитываться сложно. И поэтому более такой, скажем, рафинированный ответ – это у вас разные деньги. Деньги есть бытовые. Деньги есть бытовые, но долгоиграющие. Или ориентированные на крупные приобретения. Есть деньги, которые выходят вообще за бытовой модус жизни. Операционные деньги, есть стратегические деньги. Ну, люди разные, да, у кого-то есть, у кого-то нет. Но каждая группа денег – это совершенно другая реальность. И приходится оперировать достаточно в различных плоскостях, прибегая к разным финансовым инструментам. Деньги, слово, вообще выходят из употребления. Финансовые инструменты, как только вы выходите за бытовой уровень. Я об этом и говорю. Доллар пока является инструментом операций, которые совершаются каждый день. Это не те деньги, это не валюта-убежище, это не те деньги, в которых вы будете хранить кубышку. Кубышка – это действительно золото, кубышка – это швейцарский франк. Но при этом я не утверждаю, что, например, в ближайшие 5-6-7 лет доллар куда-то исчезнет. Понятное дело, что никуда он не исчезнет. У него будут существенные падения, возможные взлеты. И в будущем он все равно останется одной из ведущих валют мира. Если мы говорим именно о деньгах, но что он останется мировой главной валютой, вот именно такой стандартом, я сомневаюсь. Именно по той самой причине, которую вы же сами назвали, как финансовый инструмент. Я усмехнулся, потому что я вспомнил эти разговоры о моноцентричном, полицентричном мире. И то, что я слышу о вас, это как бы перевод этой тематики в финансовую сферу. Полицентричный финансовый мир. Но, честно говоря, трудно представить, как он будет функционировать. Мне больше представляется, что его полицентричность будет не в виде разнообразия валют, а в виде разнообразия используемых финансовых инструментов. Вот в тех категориях, как с плагом там в пять минут назад мы обсуждали. То есть деньги, используемые для. Для чего? В зависимости от того, для чего они используются, они будут иметь свое финансовое разрешение. Но все-таки мне не хочется, чтобы вы ушли от вопроса, от ответа на центральную все-таки тему нашей беседы. Вот это великая рецессия. Как все-таки вам представлять? Я не настаиваю, что она будет. Я спрашиваю вас. Будет какая-то такая катастрофа, которая затронет не только финансовые рынки, финансовые сферы, и даже, возможно, не только экономическую деятельность. И, собственно, хотя если она затронет экономическую деятельность, то она неизбежно затронет, ну, как уже мы говорили, социальную, политическую и так далее. Вот стоит нам ожидать, или же сегодняшний инструментарий по управлению ситуацией, в том числе по управлению кризисами, он настолько разработан, настолько изощрен, что он может... Вот вы упомянули войны. Он может оперировать самыми разными категориями, что на самом деле такой большой катастрофы не будет, а будет какое-то очень такое своеобразное развитие исторического сюжета. Но ответить вам на эти мои вопросительные знаки... Смотрите, ну, тут встаем в проблему категории оценок. Большая война — это катастрофа или нет? Я не знаю, это вы мне скажите. А, помните, хвост виляет собакой? Я уже допускаю, что большая война для зрителей может быть совсем небольшой войной для реального протекания событий. То есть для того, чтобы управлять кризисом, можно его создавать в совершенно разных фокусах. Хорошее слово, кстати, выскочило. То есть оно может иметь различную... Знаете, когда лучи входят в призму, они выходят самым разным образом. То есть мы можем увидеть некоторые события, как большую войну можно позиционировать. Ох, на Большом Ближнем Востоке развернулась Большая война. Либо на Большом Ближнем Востоке идет Большая Оранжевая революция. И так далее. То есть вот на ваш вопрос по поводу Большой войны я ответить не могу, а тем не менее задаю его вам. Это катастрофа или нет? Если, скажем так, если она действительно пройдет как управляемый кризис, то именно такой глобальной катастрофы не будет. Если эти самые элитарии, о которых мы с вами говорили, заказчики этого перевода кризиса в подобную плоскость, не смогут его удержать, ну тогда в конце этого кризиса мы увидим совершенно другую Америку, совершенно другие элитные группы, которые будут ее управлять. И произойдет полная конфигурация глобального процесса управления. А может тогда верна точка зрения Фукуямы, хотя он уже несколько раз изменил ее за прошедшие годы. Но тем не менее, может быть действительно это и есть тот процесс колоссальной трансформации, который переживает мир. То есть это просто симптомы. Симптомы, которые выходят наружу при движении колоссального локомотива, но я не скажу, что модернити, просто исторического локомотива. То есть история остановилась, может быть, в том смысле, как ее понимали в период модернити, именно в период нового времени, как единое русло событий. А может быть остановка истории породила много, знаете, историй с маленькой буквы. Ну я тут с вами совершенно соглашусь. Это действительно проявление большого кризиса, при котором идут 70-х годов, у которого были несколько больших выхлопов. И мы являемся свидетелями просто последствий этих выхлопов. Свержение Никсона, одно из ключевых событий второй половины 20-го века. И не совершенно, как сказать, не будем вдаваться в подробности, но совершенно, в общем, не привязанное к вотрогейту. Да простят меня американцы, которые эти слышат, у которых очень четко... Ну это вообще интересный период президентства. Ведь то самое событие, которое вы упоминали, отказ от золотого обеспечения, а по сути дела от всякого материального обеспечения, это как раз произошло. Это как раз президентство Никсона, это как раз его идея, на самом деле. Никсон является действительно одной из ключевых фигур мировой истории, начиная с этого периода. Это и Рейгановские реформы, и развал Советского Союза. Мы видим последовательное возвышение Китая, которое, ну так, довольно честно вам скажу, сомнительное возвышение Китая. Китай, несмотря на то, что он возвышается, это, как сказать, неполикорректно скажу, сказать действительно неполикорректно, чтобы никого не обидеть. Это восстание сборочного цеха. Возвышение Китая это восстание сборочного цеха тех же Соединенных Штатов Америки против цеховиков, против управляющих бригадиров и против владельцев предприятий. А вот это действительно неполикорректно, это есть один термин, который уже употребляют, называют восстание роботов. Но так это не мой термин, я его вот позволю себе употребить. Восстание роботов. Восстание роботов. Ну вот, а мы говорим о том, что доллар может быть сокрушен. Современный финансовый, начавшийся в 2008 финансовый кризис, который начался как кризис экономический, который сейчас все больше и больше выходит наружу, как политический. Как противостояние, в том числе и элитных групп, которые никак не могут определиться с тем, каким курсом им двигаться. И может нам логичнее оперировать понятием, знаете так, глобальная перестройка, которая включает в себя действительно отказ, вот как в свое время отказ от золотого стандарта произошел, так отказ от прежней финансовой системы, переход на систему многомерных финансовых расчетов, где количество двигающихся финансовых средств, оно в общем будет мало связано с теми реальными, оно уже и сейчас мало связано с теми реальными материальными активами. Потому что если оценить стоимость движения, даже я имею в виду не продаж, а производимого на продажу, и тех ресурсов финансовых, которые задействованы, которые выходят за, начинают выходить за цифры, оцениваемые триллионами, то есть это значит уже речь идет не о десятках триллионов, не о сотнях триллионов, а мы уже подбираемся, знаете, как в IT-технологиях, мы уже начинаем, либо перейдем на бомбовые эквиваленты, будем говорить всякого рода гигатонными, либо должны начать оперировать квадриллионами. Слово перестройка в данном случае, во-первых, немножко подмоченной репутации, во-вторых, оно мне в данном случае не нравится, потому что оно недостаточно весомое в данном случае, я бы сказал глобальная трансформация. Это вторая глобальная трансформация со времен, ну условно говоря, 16-17 века. Тогда мы имели дело с первой глобальной трансформацией, сейчас мы вот, условно говоря, с 70-х годов 20-го века идет вторая волна глобальной трансформации. Никита, а послушаем радиослушатели, что думают по поводу нашей беседы. Говорите, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, Александр. На самом деле, все, что мы сейчас обсуждаем, как финансовый кризис, там, фруктурный кризис и так далее. На самом деле, это то, чего мы еще никогда не встречали в принципе, это переход на следующий этап развития человечества. То есть, просто от рабоводельческого строя к феодальному никто из нас не переходил. Так же, как от феодализма капитализма тоже, живых не осталось. Свидетелей тоже. Скажем так, даже Маркс описывал это дело. Записи у нас остались исторические, нагляденных табличках. Ну, запись, это хорошо, конечно, но как бы никто из нас в этом не участвовал. Поэтому мы не можем сейчас описать, а как на самом деле общество переходит от одной своей стадии к другой. Капитализм в том виде, в каком он сейчас существует, вошел в полное противоречие между обществом, грубо говоря, тем, кто его представляет. То есть, те же самые капиталисты, они не заинтересованы в дальнейшем развитии общества. То есть, они стоят против него. И то, что мы сейчас наблюдаем, это просто последний этап. И дальше мы просто меняем парадигмы. Мы вернемся к социализму. Версии 2.0, 3.0, как вам больше нравится. Александр, а помимо суждения, у вас есть вопрос? — Ну, вопрос к чему? — К вам? — К кому? — Ну да, задайте мне, например. — Ну, понимаете, что мы делаем. Скажем так, слушайте одно и то же. Вот у нас финансовый кризис. На самом деле, выход из этого кризиса очень простой. Надо менять мышление. Сейчас все, скажем так, парадигмы сосредоточены на одном. Надо заработать больше бабла. — Это верно. — Ну, не важно как, главное, не важно зачем. — Это распространено. — Да, действительно, экономистическое мышление, ссылки на экономику, козыряние экономическими результатами. — Это не я. — Нет, это общественное сознание, скажем так. Причем не только российское. Но в российском, кстати, действительно, по-моему, характер болезненный уже приняло. — Ну, дело в том, что, опять же, дело в том, что экономисты с 80-х годов приобрели особый статус. Гуру, пророков, самые востребованные экспертные группы. Но при этом, как бы сказать... Но дело в том, что с того же самого периода, когда началась рейгономика, уровень их компетенции, ну, понизился. — Ну, согласитесь, в условиях того, о чем мы с вами говорим, вот эта многомерность, неопределенность, неопределенность центральной сложности, подвижность, знаете, даже ликвидность какой-то у меня такую жидкую ассоциацию вызвала, как ртутное болото образ стоит в голове. — Быть в этой ситуации очень компетентным, наверное, очень сложно. Александр правильно сказал, что мы никогда этого не переживали, то, во что мы входим. Это не просто будущее. Будущее всегда инакость. Вот будущее — это инакость. Пока идет повторение, это не будущее, это срок. Мы проживаем срок в камере. А вот как мы из камеры выходим, ну, не в прогулочный дворик, а за пределы некоторого обиталища, где мы жили в комнатке-камере, то начинается что-то совершенно другое. Есть даже такой синдром, говорят, у тех, кто долго сидел в этом закрытом помещении. Мы не переживали этого. Поэтому мы с вами, ну, находимся в таком свободном достаточно плавании. — Ну да, мы свидетели. — Будущее где-то рядом, но мы пытаемся его увидеть. — Свидетели и участники. — Свидетели и участники, пытающиеся заглянуть в замочную скважину будущего, ближайшего, средне-срочного. Да, безусловно, я не согласен с тем, что мы в каком-то виде столкнемся с социализмом. Как минимум, как минимум, да. Как минимум терминологически. — Хотя слово на самом деле очень сильное. И мы просто это слово... Знаете, как вообще в событиях, которые происходят в человеческом обществе, колоссальную роль играет семантическая коррупция. Вот то, что называлось социализмом в 19 веке и то, что называлось в 20 веке, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. — Ну, это действительно две большие разницы, но то же самое, что и со словом прогрессизм. — Согласен. — Да, это вообще. Оболочка сохраняется, внутреннее содержание меняется. А то, что в 20 веке просто-напросто нужно более корректно назвать этотизмом. Ну, послушаем еще радиослушателей. Другую точку за меня. Говорите, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. — Добрый вечер. Меня зовут Сергей. — Добрый вечер, Сергей. — У меня два вопроса по вашей теме. Первый, по той, которую вы затронули в первой части программы, касательно элит. Да, у вас не один раз это прозвучало. А второй по поводу кризиса. То, что предыдущий слушатель упомянул, это как кризис капитализма. Вот считаете ли вы, что это действительно кризис капитализма или все-таки это кризис, скажем так, больше социализма? Потому что то, что сейчас происходит в Европе и в Соединенных Штатах, это кризис вот этих во многом социальных издержек. — Да, да, да. В Соединенных Штатах именно так его говорят. — Потому что мистер Обам, он все-таки социализм пришел в строй. Да, как многие считают. И тот капитализм классический, который описывал доктор Маркс в своей работе, и то, что мы сейчас имеем в Европе и в США, это, как вы выразили, две большие разницы. Это первый вопрос. А второй, по поводу элит, очень часто в России, политологи в России, тоже на украинском пространстве, да, они употребляют вот это вот слово элиты, да, касательно тех людей, которые сейчас стоят у власти. — А вот можно ли применять действительно к людям, которые имеют административные ресурсы, которые имеют определенный капитал, слово элиты? Или все-таки элиты — это носители культурного кода? Потому что даже, скажем, на том же восточном побережье Соединенных Штатов, элиты общества — это не обязательно самые богатые люди, находящиеся у власти. А это, ну, часто очень это потомки вот этих первых переселенцев, да. — Ну, вы очень часто сказали, держатели культурного капитала, то есть атланты, которые держат общество, скрепы общества, координаты. То есть это может быть даже человек, занимающий не какой-то видный пост, не какой-то капиталом обращающийся, но это человек действительно, который имеет вот этот вот культурный пост. — Ну, кстати, мы в Соединенных Штатах и видим подобную динамику, когда заведующий кафедрой становится, скажем, руководителем Федеральной резервной системы. — Да, тоже вот доктор Бернанке. — Или государственным секретарем. — Потому что, понимаете, в России после 1917 года вот к тем людям, которые находятся у власти, ну, сейчас у нас это члены кооператива «Озеро», да, к ним очень трудно применить вот это вот слово «элита». — Или это можно применить, вот как вы считаете? — К ним трудно предъявить, часто бывают претензии. — Никиту Хрущева, да, который выходит на трибуну Организации Объединенных Наций и стучит ботинком. Или Борис Николаевич Ельцин, на котором во время государственного визита так напивается, что его охранник Ржаков должен сдерживать, чтобы он не дирижировал оркестром. — Понимаете? Вот являются ли эти люди... — Все понятно, Сергей, точка зрения ясна. — И первый вопрос, хорошо? — Да, да, первый о кризисе капитализма, второй об элитах. — Пожалуйста, Никита. — Значит, да, это очень распространенная точка зрения, что Обама является социалистом, что Обама принес социализм. Естественно, эта точка зрения очень хорошо будируется в радикальной консервативной прессе. — Социальное обеспечение. — Да-да-да, если вы зайдете на какой-нибудь таунхолл. — И вполне социализм. То есть социализм все-таки немножко другой. А вот это как бы экзодерейшн, да? — Да-да-да-да. Считается, что государство всеобщего благоденствия, которое создавал еще Джонсон, оно, в общем, дошло, как сказать, до своего определенного предела, до своего определенного кризисного результата. Но если мы посмотрим на политику последних дней существования Бушевской администрации, на Обамовскую политику, мы увидим, что если социализм там существует, то он существует только для того, что называется 13 банкиров, которым фактически национализировали их потери. — Угу. — Вот. А за счет федерального бюджета. Фактически они были спасены. 13 банкиров, 13 крупнейших банковских корпораций были спасены за счет казны. — Но они потом рассчитались. — Они потом рассчитались. Но, знаете, вот движение чаепития, в общем, оно возникло как раз, как реакция именно на вот это вот, на подобное вот действие на это. — Кстати, когда вы говорили по поводу, помните, что распадется долларовая система, потому что никто не будет свободно покупать, кроме спекулянтов. Я про себя хмыкнул, потому что подумал, да нет, есть и другие механизмы, которые не то чтобы наоборот обязывающий характер, а вот такое вот разделение коллективной ответственности и определенное принудительно корпоративное движение, которое просто распределит на некоторое время, рассосет создавшуюся проблему, а потом, да, а потом расплатится. — Я бы сказал раздробление доллара. Я бы сказал раздробление доллара. Я не имел в виду, что он исчезнет. — Ну, по поводу социализации, происходящей в Соединенных Штатах, происходившей не только при Обаме. — Не происходившей не только при Обаме, естественно, никакой социализации там не происходит. — Социального обеспечения. — Да, социального обеспечения его будут. Вот в чем на самом деле проблема. Почему тот же самый Обама, в общем, стоит намертво отстаивая ту самую социальную систему, потому что он понимает, что полная ликвидация вэлфора, во-первых, невозможна с точки зрения, ну, это делает его абсолютно неизбираемым человеком, абсолютно неизбираемым. Это лишает его последних остатков, его, собственно, так сказать, идеологического электората левого. Он тоже на это сложно может быть. И есть третий, я думаю, как сказать, он, в общем, не особо не озвучивается, но вы понимаете, что в Соединенных Штатах существует огромная масса людей, которая живет, третье поколение людей, которая живет на вэлфоре, которая живет на пособиях. — Культура уже целая. — Уже существует целая культура, и эти люди уже не представляют себе, как можно работать. И вот этих людей отнимают все. — Социальная проблема переходит в политическую. — Да-да-да-да, и, значит, поэтически говоря, мы уже видели, как серое небо Лондона окрасилось красным. Я думаю, тот же Обама понимает, что он боится просто того, что... — В 1905 году видели французское небо. — Да-да-да, все боятся, что, наверное, всеми крупнейшими городами Америки... — Горит ли Париж. — Да, серое небо, синее небо окрасится красным. Вот он этого тоже, соответственно, опасается. Но сложность ситуации в том, что эти... Ну, как сказать... Просто вся логика указывает на то, что эти социальные пакеты должны быть реструктурированы. — Угу. — Но никто не знает, как, и никто не осмеливается брать на себя ответственность. — Та же самая ситуация, которая была перед 2008 годом, когда токсичные пакеты в банках перекидывались, когда было понятно, как, знаете, в игре, когда один стол убирается в какой-то момент, а люди ходят-ходят, а потом должны сесть, одному не хватит. Поэтому все знали, что в какой-то момент у кого-то на руках окажутся токсичные пакеты, но пока шоу must go on, да, американская фраза. То есть пока карусель крутилась, то... Ну вот, всегда ведь понятие то, что в каком-то смысле когда-то должно закончиться, оно, по-моему, у Воланда была фраза, что черт знает до каких размеров можно. Там он о пространстве говорил, можно растянуть. Ну, время, по-видимому, тоже можно растягивать. Социальное время, по крайней мере, если не физическое, которое у нас так постепенно оно начинает сокращаться. Но об элитах был еще вопрос. Да, был вопрос об элитах, как их можно определить, идентифицировать, выделить. Да, я считаю, что элита, какой бы она ни была, финансовой, военной, во-первых, у нее существуют два регулятора. Регулятор первый, у нее должен быть действительно культурный. Ну, это я под почерпку, я выскажу свое личное мнение. У нее должен быть определенный культурный код, безусловно, это первое. И второе, должен быть в виде настройки, в виде какого-то элемента, системы, элементы диократии, которая или консультирует эту элиту, или дает ей какое-то направление движения. Когда этот элемент нивелируется, исчезает, пропадает, этой элите становится довольно тяжело объяснять, во-первых, зачем она существует, зачем она действует, объяснять мою мотивацию, как действовать, и почему, на каких основаниях она является элитой по отношению к другим стратам социальным. Те, кто знают, как действовать, те, кто знают, куда действовать и так далее, может быть, они и становятся постепенно той самой элитой. А что держат, собственно, те, кто не обладают данными способностями? — Еще раз. — Вот у вас элита, она была, с одной стороны, автономна от идиократии, а с другой стороны, я в реальности вижу процесс, когда эти две субстанции, такая, знаете, культурная элитарность, ну, в широком смысле культура, не песня и пляска, хотя не без этого, культурная элитарность сливается постепенно не только с финансовой элитарностью, но и с идиократической элитарностью. — Ну, знаете, это было бы очень интересно наблюдать, я, честно говоря, пока вот именно в таком чистом виде этого не вижу. — То есть это пока то будущее, которое не реализовано? — Это возможное будущее, которое пока не реализовано, потому что на самом деле об этом начинают задумываться, и я это вижу, но пока нет. — Чересчур далеко заглянули. Давайте ближе к нашим слушателям. Говорите, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста. — Добрый вечер, меня Алексей зовут. — Добрый вечер, Алексей. — Такое хотелось бы задать вопрос вам и вашему гостю. Вот на рубеже 19-20 века в Европе был такой страх социалистической революции во многих странах, и ее все-таки, ну, грубо говоря, капиталу удалось избежать, дали какие-то послабления, грубо говоря, рабочим, появилась там та же американская мечта и прочее. И сейчас мы наблюдаем немного схожую картину опять ухудшения экономической ситуации именно у простых людей, так скажем. И как вы думаете, какая бы могла бы парадигма именно сейчас на первый план выйти? Тогда это был социализм. — Спасибо. — Ну, не знаю, что могло быть. — Ну, вы попали, не знаете, вот и есть, собственно, субстанция вопроса. Да, Никита, пожалуйста. — Значит, пока, во всяком случае сейчас, мы находимся в парадигме, которая работает с 80-х годов и направленная на исчерпание, на нивелировку среднего класса и на урезание социальных обязательств, социальных расходов. То есть процесс идет, на самом деле, прямо противоположен тому, что шел, что начинался после Первой мировой войны, особенно широко... — Тогда была революция масс, а сейчас революция элит. — Революция масс. Ну, революция элит, да, я пока не вижу этой революции элит. Ну, допустим, так, революционные идеи начинают гулять по этим элитам. — Ну, у них по-другому происходит, а они же не на баррикады выходят. — Да, они не выходят на баррикады, но вот пока эта парадигма, начатая в 80-е годы, она не преодолена, она продолжает работать и, наоборот, продолжает набирать обороты. — Еще вопросы послушаем? — Ну, давайте еще. — Говорите, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста. — Добрый вечер, Роман Москва. — Добрый вечер, Роман. — Не кажется ли вам, что вот эта вот теория элит, которая насаждается сейчас в так называемой Российской Федерации, для России вообще в принципе не работает? Допустим, ну, в Великобритании, возможно, там есть элитарные какие-то, значит, люди. А у нас эти элиты, кстати говоря, ну, начиная, по-моему, с Петра Первого, тасовались, менялись и вылетали в трубу. — Вырезались. — И разве... А кому как больше нравится. И развитие страны... — Разлагались. — В общем-то не мешало. Вот. Абсолютно. И сейчас вот эта вот теория каких-то элит, на мой взгляд, в России просто искусственно сождается. — Спасибо. Спасибо за вопрос. Пожалуйста. Элиты и Россия, и российская общество, и российская власть, пожалуй. — Элиты и российская власть. — Ну, во-первых, элиты являются, ну, они могут не нравиться. — Только не говорите, что они являются частью российской власти. — Я ничего про это не хочу сказать. Я хочу сказать, что элиты являются участниками политического процесса со времен Гильгамеша. Возможно, и раньше, но мы не имеем никаких письменных свидетельств. — Со времен Хамурапи. Вот. И довольно странно себе представлять страну, в которой вообще нет этого фактора в принципе. — Соглашусь с вами, потому что мы произносим элиты, элиты, элиты. Но на самом деле смысл, вот я слышу вас, слышу вопросы, которые задаются. Смысл закладывается в это понятие разный. Примерно в таком диапазоне элиты — это люди, владеющие властными и экономическими, ну финансовыми на современном языке ресурсами, рычагами. И элиты — это люди, владеющие культурным капиталом, содержащие гравитацию, социокультурную гравитацию общества. Вот примерно такая растяжка. — Смотрите, первый вариант существует, явно существует в России, причем даже не среди этих самых элитных групп, а в общем это такое общественное... — Если в этом смысле употреблять, всегда есть люди, у которых есть власть, у которых есть финансовые ресурсы, которые оказывают влияние на общество, часто возникает вопрос, как качество этого влияния. — Качество этого влияния, ну тут дело вот в чем упирается. Когда под этим понимается только это, это, ну, как сказать, ну это неправда. — Необходимо, но недостаточно. — Это необходимо, но недостаточно. Мне мой вариант определения элит нравится гораздо больше. — Да? А еще раз повторите. — Элиты определяются культурным кодом, во-первых, набором определенным культурным кодом, который формирует их цивилизационно, и второе, наличием идиократии, как автономного или включенного в состав элиты элемента. — Рискну еще один вопрос, последний принять. Говорите, вы в прямом эфире. — Спасибо. — Очень кратко, если можно. — Да. Сейчас идет движение нестяжательство. И вот миллиардер Баффетт, вот один из нестяжателей с американской стороны, в России был такой... — Да, до этого в России еще мало кто. — Нет, были, были, сейчас скажу, Леденцов. Вот Христофор Леденцов, он свои миллионы вот как раз использовал для поднятия той культуры, о которой говорит ваша собеседник. То есть вот что сейчас нужно России нестяжательство, то, что уже замучили все эти люди, которых называют, сами знаете, как. — Спасибо, Владимир. У нас, к сожалению, время уже на секунды пошло. — Да, я понимаю. — Ну вот на этой ноте такой пафосной, моральной, что, в общем, деньги, они что-то большее представляют из себя, чем бытовые потребности, совсем не только в смысле управления мира, но как-то они соотносятся с внутренним состоянием человека и с путями развития, которые не только внешний характер имеют, но и развитие самого человека. Я благодарю вас за беседу, Никита. А гостем, напомню, сегодня в студии был Никита Александрович Куркин, директор по международным проектам фонда «Стратегии 2020» и со-редактор сайта «Терра Америка». В заключение по традиции цитата. «Современная цивилизация — это распродажа ценностей ради все более обильного приобретения удобств. Примерно так когда-то вырезался Станислав Лем. Вел передачу Александр Неклеса. До встречи через неделю».